Добрый вечер, уважаемые участники панельной дискуссии, школьное образование учащихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития, иллюзия и реальность. Мы благодарим всех присутствующих за выможество, потому что отработан целый день, да, за вечернее время, тем более в кону Международного дня учителя, с чем мы вас и поздравляем. Аплодисменты в честь праздника. Матераторами этого мероприятия являются Пучеркина Ольга Викторовна, руководитель Центра развития и энтузивного образования КАОТО по УРОН и Шапунова Наталья Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе специальной коррекционной школы номер один города Иркутска. Год назад в рамках работы салона наша школа провела презентацию проектов «Поверь, я могу, поверь, мне важно, быть нужным», получивших поддержку фонда президентских грантов в 2017-2018 годах. Эти проекты были реализованы совместно с Иркутской городской общественной благотворительной организацией «Перемена» и способствовали обогащению урочной, содержанию урочной и неурочной деятельности. Организации дополнительного образования учащихся с ТМНР и созданию для формирования у них допрофессиональных навыков. И сегодня мы хотели бы продолжить обсуждение вопросов, связанных с организацией школьного образования учащихся с ТМНР. Спасибо большое, Наталья Анатольевна. Действительно, мы начали очень важный, очень актуальный разговор, который сегодня продолжен. Последние 4 года в коллекционных школах Иркутской области, в общем, не только коллекционных, но и школах массового типа, появились обучающиеся с тяжелыми, множественными нарушениями развития. Это обучающиеся, у которых умеренная, тяжелая или глубокая умственная осталость сопровождается сенсорными, моторными, эмоционально-авалевыми или прочими нарушениями. Все эти дети являются инвалидами, по достижению 18 лет, естественно, инвалидами. Ранее они считались ими обученными. И, собственно, их массовое обучение началось с 1 сентября 2016 года, после введения силы в ГОС образование обучающихся с умственной отсталостью и директальными нарушениями. Хотя, опять же, следует отметить опыт нашего региона, уникальный опыт, что даже то введение в ГОС, собственно, у нас этот процесс ввелся, но только не настолько масштабно, то есть некие локальные точки эффективных практик. Следует отметить, что пребывание этих обучающихся в школе, в любой школе, требует больших организационных, материально-технических, кадровых, финансовых и прочих затрат, что иногда вызывает негативные отношения у всех участников образовательных отношений, начиная с администрации школы, педагогов, родителей и даже прочих обучающихся. Следует отметить, что в Иркутской области обучающиеся с тяжелыми и умственными нарушениями развития, обучаются либо в устрове муниципальных общеобразовательных организаций, это специально организованные классы, но чаще всего по состоянию здоровья они не могут находиться в школе, не могут быть включены в общий образовательный поток, поэтому обучаются медаль на дому, либо в лечебных организациях. Также есть опыт школьного образования в рамках некосударственных организаций, и 37 из 38 специальных коллекционных школ обучают также этих детей. Кроме того, в Иркутской области есть эффективные практики семейного образования, обучающихся с тяжелыми и умственными нарушениями развития. Хотя, несмотря на наличие ресурсов, все равно мнения-то неоднозначны. И мы очень часто встречаемся и в рамках, допустим, предъявления курсов повышения квалификации, и научно-фактических конференций, с мнением педагогов о том, что не надо учить этих детей, незачем вкладывать государственные деньги. Вот давайте сейчас приведем такое онлайн-голосование. Кто честно считает, а вас на камере не записывают, пишут нас, кто честно считает, что обучающиеся в СТМН должны учиться, получать школьное образование, в этом нужно вкладывать деньги, силы, ресурсы и прочее. Поднимите, пожалуйста, руки. Спасибо. Кто считает, что не надо? Честно. Ни один. Спасибо. Аплодисменты. Кто же отруднился, может быть, не принял до конца, да, точку занято, что детей нужно учить или испытывать какие-то трудности при организации школьного образования обучающих СТМН. Есть такие. Я просто вижу, что большая часть присутствующих либо работает уже с этими детьми, либо работает, собирается. Ну, это замечательно, что у нас такая профессиональная аудитория, да, ну, будет видеозапись на сайте, и, надеюсь, нас посмотрят те, кто считает, что детейский номер учить не надо, да, мы попробуем вот в рамках, собственно, нашего мероприятия, убедить их в том, что надо, и мы медицинно учим, мы не просто учим, у нас не иллюзия, не миф, это реальность. Реальность, которая приносит свои плоды. Ну, а и в ходе нашей дискуссионной площадки мы с вами действительно ответим на три вопроса. В Рыкутской области по учению школьного образования обучающих СТМН иллюзия или реальность? Второй вопрос, что даст школьное образование ребенку с тяжелыми множественными внушениями развития? Третий вопрос, что даст семье и обществу его школьное образование? Вот на эти три позиции мы к концу нашей встречи попробуем дать полноценные ответы. Ну, а помогут сформулировать ответы на эти вопросы наши компетентные спикеры. Пашинова Ольга Викторовна, доцент кафедры теории и практик социального специального обучения и воспитания педагогического института Иркутского государственного университета. Ольга Викторовна является профессиональным учителем-дефектологом, кандидатом педагогических наук, автором свыше 70 работ, в том числе 5 монографий и 20 учебных пособий. С 1994 года работает в системе высшего профессионального образования, занимается подготовкой специалистов в сфере коррекционной подготовки. Аплодисменты, пожалуйста. А также с нами работает Ласова Галина Валерьевна, ведет специально коррекционная школа на мёртвии города Иркутска. Галина Валерьевна является дипломированным дефектологом и психологом, учителем высшей конкурсионной категории. Вообще в системе нашего коррекционного образования работает свыше 25 лет, является по сути ветераном физического трудах, хотя по внешности, конечно, ни в коем разе не скажешь, но по результатам. Возглавляемая Галина Валерьевна школа, одна из первых у нас в ИОНИ, приступила к обучению детей с КМР по ВОС, и об этом сегодня Галина Валерьевна нам расскажет. И еще у нас сегодня почетный участник нашей дискуссии, наш детейский судья, это Кашинова Людмила Ивановна, начальник отдела адаптации отдельных категорий детей в Министерстве образования в Кургской области. Ваши аплодисменты. Говоря о образовании обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития, давайте ответим на три вопроса. Чему, зачем и как мы учим этих детей? Содержание образования, сроки его получения, условия, необходимые для образования этих учащихся, изложены в Федеральном государственном образовательном стандарте образования обучающихся с собственной отставностью интеллектуальным нарушениям. Перечень требований и сложных стандартов является обязательным, и каждая школа, и наличие в ней даже одного обучающегося с тяжелыми множественными нарушениями развития, разрабатывают соответствующую адаптированную основную общеобразовательную программу. Пожалуйста, следующий слайд. АУК школы в соответствии с АВКОС имеют четкую структуру, три основных раздела целевой, содержательные и организационные. И следует отметить, что данная программа может быть реализована в соответствии с АВКОС в разные временные отрезки, в разные периоды. Это может быть 9, 10, 12 и даже 13 лет. Но стройки реализации данной программы устанавливает сама образовательная организация, исходя из своих ресурсов, кадровых, финансовых и прочих. Структура АУК определена требованием в гособразовании обучающихся с собственной отставностью интеллектуальным нарушениями, я уже сказала. И особо хочу подчеркнуть, да, вот четкая структура этой программы обозначена в гос, что все рабочие программы учебных предметов, в том числе и коррекционных курсов, имеют четкую структуру, определенные пунктом 2, 9, 5 в гос и входят в содержательный раздел данной программы. Имеющиеся у учащихся тяжелые множественные нарушения развития обуславляют необходимость индивидуализации нашей АОК. Индивизируется она при помощи СИПР, специальной индивидуальной программы развития, то есть все обучающиеся в МНР сразу же учатся по СИПР. Структура СИПР также определена стандартам, включая 9 обязательных разделов, хотя может быть дополнительный раздел, включающий приложение, связанное с описанием заданий и рекомендаций на их выполнение в домашних условиях. Пожалуйста, следующий слайд. Самым дискуссионным, самым неоднозначным вопросом является результат реализации ООК. Да, дети есть, программу написали, условия создали, кадрово-финансово-технические. А результатом-то что является? Все это отметит, что ГОС устанавливает два вида результатов, личностных и предметных. На первом месте по значимости являются личностные результаты, но, вот цитата из стандарта, да, что все эти результаты являются как ожидаемые, возможные, да, то есть нет четкого, как сказать, перечня результатов, которые мы должны добиться поляризации нашей программы. То, что касается, собственно, учебных, вот прошедшим, предметных результатов, то обучающийся МНР в соответствии с ГОС проходит обучение по шести предметным областям, 10 учебных предметов может быть реализованы, приметно каждому из указанных на слайде учебных предметов определены свои возможные примерные результаты. Следует отметить, что основным-то, вот совокупность личностных и предметных результатов составляет жизненные компетенции. Это самый главный результат. Вообще, говоря по большому счету, да, основная наша задача это сделать нашего обучающегося максимально самостоятельным по возможности. Мы понимаем, что это относительное самостоятельность, это будет пожизненно сопровождаемое проживание и так далее, но мы должны это обеспечить и, в частности, прежде всего, сформировать у ребенка определенные навыки решения жизненных задач, включения в общение социум, увеличения определенных социально значимых мероприятия. Пожалуйста, следующий слайд. Сегодня мы рассмотрим эффективные практики образования обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития. И первое у нас предоставляется слово. Я хочу представить своих коллег, как сказала Ольга Викторовна, преподавателей, педагогов, вернее, извините, специальной коррекционной школы номер один. Елена Александровна Макин-Лейтнер, прошу вас сюда. Елена Владимировна Гаврилюк и Елена Николаевна Усковская. И сейчас... Я прошу прощения, я перепутала. Первая у нас, Галина Варина, коллеги, я прошу прощения. Мы тоже волнуемся. Я устала сделать вечеру. Елена очень ответственная. Возвращаясь к тематике нашего мероприятия. Только что сказала право гос. Мы все понимаем, что федеральный государственный образовательный стандарт – это некий документ, это бумага, которая описывает, что мы должны, как, каким образом, какие сроки, даже пусть примерно, но и за стартой описаны. Давайте посмотрим, что происходит в жизни. И в первую очередь, Галина Варина, еще 2-го, школа, которая оказалась на линии огня, а каков опыт работы школой и, собственно, что дает школьное образование обучающихся, обучающихся тяжелым множественным развитием, и вы, его семье, обществу в целом. И действительно, это реально получение образования или это некая иллюзия? Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, что в нашей школе? В 2016 году мы пережили реформу, мы попрощались с детьми-сиротами и приняли детей, всех детей, которые нуждались в этом обучении. На 2016 год у нас было 120 детей, и из них мы взяли 5 первых классов детей с такими сложными нарушениями. Не побоялись, коллектив был обученный, вовремя прошедшие курсы, и мы стартанули. В 2017 году у нас уже вместо 13 комплектов было 16 комплектов классов, и в 2019 году, да, у нас сейчас 19 комплектов классов. Но в эти промежутки открывалась школа номер 4, 20 человек туда уходило, к нам еще 20 приходило. Через был открывалась школа 12, также по району дети туда ушли, и к нам еще эти 20 пришли. То есть мы почти по 200 приняли детей со сложными нарушениями. И в этом плане мы продолжали жить. Что нам дает школа? Школа наша создает специально организованную среду для реализации особых образовательных потребностей, обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями. Его жизненные компетенции в разных социальных сферах образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других. Материальная база, вот в принципе по слайдам посмотрите, да многие у нас и в гостях были, и мы также приглашаем еще раз посмотреть, сравнить, порадоваться за нас, за себя порадоваться, может у кого-то лучше. Дети у нас учатся соблюдать режим, это очень важно. Учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, соблюдать правила поведения, принимать участие в классных, общешкольных мероприятиях, участие в решении бытовых вопросов, трудовой деятельности вместе с другими людьми, возможность проводить свободное время, организованное, конечно, педагогическими работниками. Наша школа обеспечена кадрами педагогическими на 100%. У нас учителя, учителя-дефектологи, тьютеры, логопеды, психологи, учителя физкультуры, адаптивной физкультуры. У нас имеется автобус, мы получили уже автомобильную лицензию. В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающийся принимают участие и медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации. Школа богата традициями. Большое количество мероприятий проходит на базе школы, а также мы организуем выезды, в которые принимают активное участие родители наших деток. Школа живет разнообразной, интересной жизнью. В принципе, все на нашем сайте есть, можно посмотреть. Лето событий почти каждый день меняется. Итогом образования человека с тяжелыми множественными нарушениями является, конечно, нормализация его жизни, то есть введение образа жизни, присущее подавляющему большинству людей, жить дома, а не в интернате. Конечно же, человек с тяжелыми множественными нарушениями все-таки будет нуждаться в пожизненном сопровождении, но в результате специального образования он не станет менее зависим от посторонней помощи и сможет выполнять доступные ему социальные роли. Что дает семье? В семье даем мы помощь, даем надежду, которую обсуждаем, решаем вместе. Школьное образование способствует получить и помощь воспитаннику, и в социализации, и компетентное сопровождение, а самое главное – это адаптация. В семье этому сложному ребенку с тяжелыми множественными нарушениями в социум, в общество войти. Чтобы семья, воспитывающая такого ребенка, жила полноценной жизнью и не решала проблемы наедине. Вот в нашей школе мы наблюдаем такую картину. Уже четвертый год у нас ребятишки учатся с такими сложными, да, сложным диагнозом. Все не справляются, все не к нам прислушиваются, проблемы мы решаем вместе. И многие мамы решили завести второго и третьего ребенка. Понимаете? Обсудив все это, сходив к специальным врачам, чтобы как бы ребенок второй рост полноценный. Также многие мамы устроились на работу, потому что у нас школа с продленным днем. Мы позволяем второй день также множество занятий предлагаем семье. И работая вместе с родителями, с детьми, с моим замечательным коллективом, мы добьемся результатов и будем добиваться. И на этом мы никогда не остановимся. И спасибо моему коллективу, институту развития, конечно, за науку. Спасибо. Спасибо. Спасибо коллективу школы. Еще хочу отметить, не в обиду другим школам, да, мы очень ограничены во времени. Поэтому у нас сегодня будет только две специальные коррекционные школы. А их 37, помните? 37 из 38 специальных коррекционных школ учат детей с ТМНР. И в каждой школе формируются сейчас уникальные, эффективные практики. Но мы ограничены во времени, поэтому выслушаем только два опыта. Ну и сейчас еще раз, мои коллеги-педагоги первой коррекционной школы города Иркутска. Елена Александровна Магинлейхер, Елена Владимировна Гаврилюк, Елена Николаевна Лысковская. Они сейчас поделятся своим опытом организации внеурочной деятельности учащихся с ТМНР по направлениям растеневодства и общественный труд. И когда мы начинали, мы начинали с нуля. И, конечно же, очень было страшно, потому что, да, мы не могли ответить на эти вопросы, зачем, для чего, с какой целью, чему учить этих детей. Но у нас были энтузиасты, которые поддержали и хотели помочь. И поэтому мы решили, что будем в системе развивать дополнительное образование и внеурочную деятельность. Почему ИНР? Потому что они являются наибольшим, они являются наиболее успешным путем формирования до профессиональных навыков у ребят с ТМНР. Более подробно расскажут мои коллеги о внеурочной деятельности. Наверное, все мы с вами в своей работе используем такие виды трудовой деятельности, как устраивание генеральной уборки, трудовые дистанции, ученики детей выспасывают у полы, да. И вот мы хотим вам рассказать, показать свой опыт, да, с использованием специального оборудования. мы просто были ограничены во времени, да, и тогда вот немножко пропустили. Мы стали сотрудничать с организациями «Радуга» и «Прибайкальский исток». Наши педагоги и наши ребята ездили работать туда волонтерами. «Радуга» и «Прибайкальский исток». «Прибайкальский исток» и «Прибайкальский исток». Так, вот посмотрите, да, внимательно на сайт. Это вот различные пулевизаторы, швабы для лытья полов, окон. Это ручные пулевизосы и очень много другого оборудования. Детям безумно нравится работать именно с таким оборудованием, потому что для них это необычно. Не каждый ребенок в повседневной жизни, да, у себя дома встречается именно с таким оборудованием. Когда мы организовываем свои занятия, мы акцент делаем на соревновательные игры Кто лучше отмоет, кто самый аккуратный И это очень помогает в работе Также мы делаем акцент на успех, чтобы дети были нацелены на успех И это очень важно для наших детей Мы создаем условия, в которых учащиеся проявляют свою самостоятельность Но, к сожалению, не каждый ребенок может принять то, что мы ему даем Кто-то может справиться с программой, кто-то не может И, на наш взгляд, это основная проблема И связана с тем, что дети не приучены к самостоятельности Так как в последней жизни все выполняют или взрослые, или родители И дети с ТНМР могут мыть полы, могут мыть посуду, вытирать пыль Заниматься обслуживающим трудом, другим языком Лучше, чем дети с легкой умственной усталостью Даже нормы типичные дети Вперед Не слушается Ну вот еще раз, да, интерес и самостоятельность На фотографиях детки, да, есть, ну, как мы их называем, самые, наверное, тяжелые, да У которых проблемы с поведенческой очень серьезные И при этом мы научили их, в том числе, мыть полы И вот этот пылесос, который рассматривает ребенок с интересом Он вызывает огромный интерес у ребят Более подробно о саде, огороде и о веселом дворнике Это такой кружок, вот так вот он интересно у нас называется Расскажет Елена Николаевна Да, в 18-м году на нашей школе было организовано два очень интересных кружка Это веселый дворник, где ребята используют новое оборудование, инвентарь, который они совершенно не знали Они его просто боялись Начиная с того, что даже на метле мы в игровой форме приучали их к тому, чтобы они его взяли в руки Вот на фотографии видно, как ребята прыгают на них, прыгают, скачут Мы дошли до того, что в этом году наша школа приобрела газонокосинку И ребята свободно работают газонокосинкой Это ребята с МНР Это не легкие ребята Здесь показан тот же класс, который самый тяжелый Вот здесь ребята и совковые лопаты применяют уже в действии, в работе Также собирают листья ухватами, специально для ребят Не лопатой, не метлой, а специальные ухваты Им удобно, они понимают, что делают И в конце, в 18-м году на территории нашей школы было открыто новый огородик Такой маленький тепличка и маленький парничок Да, ребята первый раз работали, а на нем вырастили небольшой урожай Работали с интересным рассадом и выращивали сами В этом году ребята у нас собрали большой урожай К нашим тепличкам прибавились 8 грядок На которых они выращивали только кабачки и помидоры У нас выросли тыквы и выросла хорошая большая дынга Здесь ребята помогали летом У нас не было чужих детей, не было учителей лишних, которые бы работали Стали ребята темноряться, работали и собирали урожай Мало этого, между кружками у нас существует большая взаимосвязь То, что сейчас Елена Владимировна выступала, они на СБУ перерабатывают Закручивали первый раз в этом году огурчики, помидорчики Перерабатывали, делали на зиму закрутки Очень интересно Даже такое было, что подошла ко мне Вика и сказала Мне мама не поверила, что я делала сама закрутки Маме предоставляли фотографии, что действительно Вика работала на огороде Программы наших кружков, они перекликаются То есть где растения и войска перекликаются с веселым дворником И программы, вот видите, цветы делают у нас на других кружках То есть это все взаимострязано Мы пытаемся создать систему Конечно, мы должны сказать о том, что и проекты, да И наша работа не была бы без поддержки наших родителей Наших педагогов Спасибо им огромное И знаете, огромную роль играют наши волонтеры Учащиеся старших классов Которые сопровождают как раз учащийся СТМНР На этих кружках, в этой работе И мы говорим, трудоустройство, будущее этих ребят Возможно, мы верим Самое главное все вместе нам создать именно те условия Чтобы это было как можно раньше Чтобы как можно раньше формировать эти допрофессиональные навыки Творчески развивать Это тоже можно с ДМНР делать И давайте, как говорится, будем верить Я поняла, что аудитория именно это, она верит Но тот, кто нас услышит Пусть мы отвечаем Спасибо большое, дорогие мои коллеги Я думаю, что для всех присутствующих этот опыт был интересным Престильный опыт И мы понимаем, да, кто работает с ДМНР Сколько труда, сколько силы Сколько времени было вложено Для того, чтобы нам продемонстрировать в рамках этой презентации Такие красивые изображения Поэтому низкий поклон вам уже, уважаемые коллеги И я напоминаю, что обе школы являются базовыми опорными площадками нашего института И на их базе проводятся различные мероприятия Курсы, соглашения квалификации Конференции, семинары и прочее Но еще один вопрос, да Все замечательно, красивая картинка Уважаемые коллеги, а какие риски существуют в организации качественного образования Обучающихся ДМНР? Давайте только в принципе опрос То есть какие проблемы? Чего не хватает? Что нужно сделать? Так, квалифицированных педагогов А каким должен быть квалифицированный педагог? Вот у нас будущие студенты Дарья, расскажи Ты дефектолог, уже практически дипломированный Чуть-чуть, полгода и в новую жизнь Каким должен быть этот педагог? Для начала он должен получить все-таки полноценное высшее образование То есть это бакалавриат, это магистратура обязательная Это еще какие-то курсы повышения квалификации Что очень ценно, да Это когда именно начиная в университете Нам предоставляют возможность поработать с такими детьми Посмотреть на них, понимать С кем ты больше хочешь работать, с кем ты меньше Как ты хочешь работать И ты уже сам лично от своего желания начинаешь в этом развиваться Спасибо Какими личностными качествами должен обладать педагог, работающий с детьми С тяжелыми множественными нарушениями развития? Это же риск отсутствия личностных качеств Вот какие это качества нужны? Терпение, стрессоустойчивость Толерантность, трудолюбие Любовь к детям Дисциплинированность Сказали студенты Инициативность, активность, любознательность Широги кругозора Достаточно жизненный опыт и так далее То есть очень много качества требуется для того Чтобы действительно работать с этой группой наших обучающихся Но теперь вопрос к Ольге Викторовне Ольга Викторовна, а как педагогам высшего образования Видится подготовка наших студентов и ведется ли она? Коллеги, здравствуйте Поздравляю сначала в начале вас с профессиональным праздником Ну и перехожу плавно к подготовке именно наших будущих специалистов К работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития Мне хочется сказать, что до сегодняшнего дня Мы работаем по стандартам 2015 года Так называемые стандарты 3+. И в рамках данных стандартов Мы вообще попытались перенести содержание То, которое у нас было еще, наверное, в советские времена Когда мы с вами, уважаемые коллеги, большая часть здесь присутствующих То есть это, естественно, весь набор дисциплин Значимых дисциплин И на сегодняшний день, когда мы переходим на стандарты 3++ Плюс мы уже вносим действительно запрос Прежде всего общественности, да, нашего региона Ну и, конечно, поскольку у нас такое большое количество детей С тяжелыми множественными нарушениями в развитии Мы попытались вообще кардинально пересмотреть наш учебный план И вот на сегодняшний день У нас, конечно, прежде всего я хочу сказать Что в этом году мы набрали первых дефектологов Именно на заочную форму обучения То есть дошкольный дефектолог у нас с этого года будет обучаться Скажем так, по заочной форме обучения Это первый наш опыт И, конечно же, я думаю, на сегодняшний день Нехватка олигофрена педагогов Поскольку очень долгое время мы готовили дошкольных дефектологов И только на заочной форме обучения олигофрена педагогов Ну вот я хочу сейчас Еще не запомнила, как будут называться новые курсы Да, потому что это только Мы план учебный запускаем Прежде всего это коррекционно развивающая работа с детьми Имеющие особые образовательные потребности То есть это уже, да, говорит о том Что мы все, без исключения категории детей Берем, да, и рассматриваем Все, без исключения методики Каким образом именно обучать детей Разные, еще раз говорю, разные категории Индивидуальное сопровождение обучающихся С особыми образовательными потребностями В разных возрастных группах Образование и сопровождение обучающихся С разными формами дизонтогенеза И мне хочется сказать, что На сегодняшний день у нас организованы Новые виды практик Например, такая практика, как тюнтерская Методическая, технологическая Практика по получению уже традиционная наша практика Профессиональных умений и опыта Профессиональных деятельностей То есть это учитель-дефектолог Учитель олигофрена-педагог Ну и, конечно же, остаются, скажем так Неизменные наши дисциплины С чего мы с вами и начинали учиться Да, учителя практики То есть это психопатология Это клиника интеллектуальных нарушений Без которых мы, в принципе, не можем, да Не зная эти дисциплины, мы не сможем работать В условиях коллекционной школы Также у нас остаются такие предметы Как социально-трудовая реабилитация Бицеумственная отсталостью А также мы говорим о том, что обязательно Необходимо сопровождать семью Вот Галина Валерьевна уже говорила Какая работа у них проводится в школе Но прежде всего мы готовим к этой работе студентов То есть у нас студенты в процессе обучения Посещают ни одно, ни два родительских собрания Да, огромное количество То есть они внедряются уже в такую родительскую среду Будучи студентами И в дошкольных образовательных организациях И в школе Я думаю, что если школа будет привлекать Да, и приглашать нас на родительские собрания Мы с удовольствием будем их посещать Потому что запрос действительно Уважаемые коллеги Где бы мы курсы не проводили Да, именно от педагогов Что проведите нам курсы Действительно, как работать с родителями Потому что у нас в настоящий момент Это родители Идут детей, которые в общем-то Конца 80-х Да, начало 90-х 90-х даже Годов И, к сожалению Все мы без исключения отмечаем Что с родителями стало очень сложно работать Легче работать с детьми Нежели с их родителями У родителей почему-то в настоящий момент Потребительское отношение в школе Но я думаю, что мы с этим справимся Да, именно совместно И хочу сказать, что Если вы посмотрите То на сегодняшний день Вы увидите в наших с вами рядах Достаточное количество наших студентов Это говорит о том, что они заинтересованы Да, в получении именно Качественного образования И получение опыта педагогической деятельности Поэтому я вот сейчас предлагаю Поаплодировать нашим будущим педагогам Которые сегодня здесь присутствуют Спасибо Спасибо Это не может быть даже нашим будущим дефектологам Найти себе работодателя Потому что сегодня мы начали с утра этот процесс Иркутский район уже предложил свои услуги Наталья Анатольевна может Не только за Да, уже ждут вас к себе Дорожная 4 Дорожная 4 Еще раз специальная коррекционная школа номер 1 Города Иркутска Мы будем нам рады Сурнова 18 Коррекционная школа номер 3 Мы на берегу от горы У нас такой чистый воздух У нас уже полностью озвучила Галина Валерьевна Обогнав всех всех А у нас рядом аэропорт Да А у нас в Жигаловской школе Уже вчера Срочно нужен дефектолог И нужен логопед Ждем А если взять наш северный регион Вот дай бог Мы в каждой школе Вас готовим принять Имеем немало бонусов В части повышенной заработной платы Льготного стажа Наличие большого количества Мужского населения Неженатого Кстати в отношении Жигалова Нефтегаз Иркутская нефтяная компания Вкладывает деньги То есть есть тоже определенные бонусы Задумайтесь Это информация для размышления И для наших дискуссий Спасибо большое Мы подходим уже В завершающую часть Нашего мероприятия Еще большое спасибо вам За ваше терпение Пожалуйста Слайды Слайд И давайте вернемся К тем вопросам С которых мы собственно и начали Вот является ли образование Школьное образование Обучающихся в МНР В Иркутской области Иллюзией и реальностью Что даст школьное образование В Иркутской МНР И что даст семье и обществу Получение этого школьного образования И слово предоставляю Кашунова Людмиле Ивановне Спасибо за предоставленное право Я хотела начать с первого Вопроса в Иркутской области Получения школьного образования Я хотела бы озвучить то То, что образование детей с интеллектуальными нарушениями в нашем регионе мы начали еще с 2012 года, когда вступил в силу федеральный закон наш 273, когда начали обучать воспитанников, проживающих в детских домах-интернатах. Таких в области у нас 4 интерната. И на сегодняшний день у нас все ребята, которые проживают в данных учреждениях социальной защиты, они обучаются. Обучаются как в очной форме за партами, то есть приезжают в школы, в том числе в третьей школе, в первой, точно не помню, в 12-й школе города Якутска, в город Братск, в Саянск, в город Зима. То есть в различных муниципальных образованиях Якутской области. Далее более массово это уже началось, как уже сказала Ольга Викторовна, с момента вступления в силу стандарта федерального с 2016 года. Для того, чтобы стандарт вступил в силу, для того, чтобы обучать детей по-новому, соответственно, специалисты прошли обучение. Однако сами мы все понимаем, когда читаешь книгу, либо теория, вот что-то мы учимся, вот сейчас разговариваем, это одно. Но, когда практика это совершенно иное. И я вижу, что мне в зале кивают головой. Да, да. И когда специалисты даже коррекционных школ начали обучать детей с МНР, они не были готовы. Я не хочу лукавить, да. И эта готовность появляется. Появляется, когда вот эти качества проявляются в педагоге, что он самообразованием начинает заниматься, на курсы повышения, еще дополнительно идет. И различные пути. И в том числе есть качество, которое мы забыли с вами назвать неравнодушие. Оно тоже сюда вот как раз таки уместно, да. И мы благодарны, что первый, наверное, старт нам дал еще вот после того обучения, когда ИРО нам организовало, да. Андрей Михайлович Царев, это руководитель федерального ресурсного центра города Пскова. Вот как раз таки по работе с МНР. И мы смогли обучать наших педагогов, то есть как на территорию области, так и педагоги выезжали в город Псков. И это огромный плюс. Да, мы не все заимствуем у других регионов, но мы берем то, что мы можем у себя, так скажем, использовать в нашей работе. И это здорово. И сейчас я не скажу, что все идеально, потому что муниципальных школах гораздо тяжелее организовать эту работу. Но я думаю, что мы стремимся к этому и движемся все равно вперед, развиваемся. Второй момент. Что дает школьное образование ребенку в ПМНР? Конечно же, что дает? Во-первых, здесь мы задачу основную ставим. Не научить до тысячи считать, либо писать там, возможно, какие-то стихи, что-то еще. Еще главное – жизненные компетенции. Просто жить в этом мире вместе с нами. И мы встречались с родителями, которые воспитывают детей с интеллектуальными нарушениями, которые год либо два отучились, вот я помню, в третьей школе. И Галина Валерьевна говорит, Людмила Ивановна, а приезжайте, у нас родители придут. Тех детей, которые пришли в школу и которые никогда ранее не обучались. Мы с ними встретились. Холодок по спине у меня немножко. Почему? Потому что, когда мы начали с ними общаться, они сказали, самое важное для них – то, что ребята сами стали кушать, ухаживать за собой, делать какие-то бытовые различные действия. И это облегчило жизнь семье. Это одно. Второе – ребенок научится жить в нашем обществе. И это очень важно. Третий момент. Что дает… Так. А, что дает жизненные компетенции и что дает семье и обществу? Вот я хотела еще, наверное, здесь, вот секундочку, да, сказать о том, что мы сегодня не говорили о том, а что дальше? Вот школа, школа, что дальше? Многие родители сейчас нам задают этот вопрос, а что дальше для наших деток? И именно поэтому мы стараемся в образовательных организациях менять и профориентацию, и предметы технологии. То есть, чтобы было сити-фермерство, ну, то есть, просто садить цветы вот на клумбах, да, в городе, либо на селе. Либо это картонажное дело, что-то еще. То есть, мы вот посмотрели, как ребята работают вот в Пскове. Цех, они работают, дневная занятость. И это хорошо. Он чувствует себя человеком, востребованным. И это хорошо. И я думаю, что это очень важно. Но эта работа совместная всех участников образовательного процесса, и педагогов, вам огромное спасибо за эту работу, и в преддверии праздника вообще огромное спасибо. И родители, потому что это каждодневный труд, и самих ребят, которые тоже стараются и помогают нам стать еще лучше. И наши планы на будущее немножко вам раскроют, да, что мы планируем. Ну, то есть, открытие федеральных центров служит тому, что регионы должны создавать у себя такие центры, которые будут помогать всем участникам, да, ну, педагогам, родителям, детям. И мы тоже думаем, как это сделать у нас. Ну, и думаю, если есть мечта и цели, значит, мы это осуществим. И у нас есть представитель федерального ресурсного центра Екатерина Николаевна Елисеева. Я думаю, она была в помощь, и сейчас в помощь Галине Валерьевне в школе. И она тоже нам подскажет и поможет в этом деле, потому что, ну, с точки зрения. Ну, я думаю, что у нас все получится. И это, наверное, не миф, но реальность, но с небольшими... Спасибо, Людмила Ивановна. Ваши аплодисменты. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. В заключении нашей встречи, вот, последний, как бы, аккорд, да, вот, все получится, Людмила Ивановна. Ну, какая нужна вам помощь, уважаемые коллеги, чтобы все получилось? Ваша уникальная возможность озвучить Институту развития и образования, Педагогическому институту, Министерства образования Иркутской области, руководителям образовательных организаций. Что надо? Мне, вот, лично, допустим, я себе хочу сказать, мне нужны курсы, практические курсы. Потому что, на самом деле, вот, пришли такие детки, они не знают, как правильно с ними работать. Я психолог, но я не специальный психолог, да, но, в силу того, что нет специальных психологов, приходится уже нам работать. А как? Действительно, нам не хватает практики. Теория теории, а надо практиковать. Существующая у нас программа, да, посвященная проблемам обучения детей с ТМНР, мы ее усиливаем за счет введения блока практической работы. И сразу же анонсирую, что вот итогом, да, неким индивидуальным следом нашей встречи является заботка электронного ресурса. То есть мы делаем учебный фильм в формате презентации, который вкратце пишет, какие условия и прочее необходимы для обучения в школе детей с ТМНР в помощь некого методического руководства, которое будем использовать для обучения педагогов. Еще. Все просто, финансирование. Как директор, хочется многое и много денег. Но для создания условий. Конечно, для создания условий. Мы уже на протяжении нескольких лет выделяем достаточно. Да, спасибо нацпроекту. Мы, конечно, ждем всего 21-го года. Очень ждем, милая Ивановна, надеемся. Да, курсы бюджетные на базе Института развития и образования. Они нынче проходили в июне. Первая группа была набрана. И теперь согласно плану графику к 20-м году учат. Наша курса подготовка вся на сайте. Конечно, но об этом обсудим чуть позже. Даня Анатольевна, у вас просьбы, какие пожелания, чего не хватает, какая помощь нужна? Я поддерживаю Галина Валерьевна. Должное финансирование, да? Более того, учитывая в космос, мы с вами видим, что на уровне региона должны быть разработаны методики, определяющие нормы затрат на реализацию этой программы, в том числе АОК образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой местонсталости ТМНР. Но, к сожалению, пока у нас таких методик нет. Да, мы понимаем, что это колоссальные цифры, но рано или поздно они будут подсчитаны. Это именно сведения. А решение любой проблемы начинается с ее осознания. Это первый шаг. А дальше уже подтягиваются ресурсы. Ну что ж, уважаемые коллеги. Итак, образование, школьное образование обучающихся в ТМНР – это реальность, это не иллюзия, это не миф в нашем регионе, в отличие от других регионов. Почему? Ну, все начинается с нормативного ресурса. Хотим мы этого? Не хотим. 1 сентября 2016 года вступил в силу в ГОС образование обучающихся с умственной стаустью и питательными решениями, согласно которому у нас исчезла система общего образования, исчезла такой термин, как необычайный ребенок. Государство сказало надо, это вызов времени, да, это наша с вами работа. Поэтому это реальность. Мы ее воплотим и обучаем в жизни. Второе факт. В регионе созданы условия для обучения, воспитания и социализации учащихся с тяжелыми множественными нарушениями развития на базе специальных коллекционных школ. Действительно, кто-то работает в системе муниципального образования, гораздо более своя специфика школ, свои задачи. Но работа тоже ведется, опять же, это вызов времени, которое мы должны принять и достойно выдержать. Третье. Наличие положительной динамики. Вот те материалы, которые показали наши коллеги, показывают, что положительная динамика в психофизическом развитии обучающихся МНР присутствует только в том случае, когда есть система, да, система, в том числе и коррекционная работа, система, собственно, вообще организации образовательного процесса. Мы с вами увидели, что обучающихся МНР, их возможно включать в общественно значимые и общественно полезные мероприятия, делать так, чтобы ребенок не был обузой ни себе, да, и ни окружающим. Максимально делать его самостоятельно. Мы видим, что наличие у учащихся МНР способности к овладению определенными трудовыми навыками. Мы видим положительную оценку деятельности школ, со стороны родителей и других членов семей, обучающихся с тяжелыми множественными решениями развития. Но у кого-то есть еще другие аргументы того, что школьное образование, обучающиеся МНР, это не иллюзия в нашем регионе, это реальность. Нет? У меня есть небольшое предложение. Давайте мы эту тему продолжим на следующий год. И может быть даже не только в формате ни одного мероприятия, а может быть даже в нескольких, потому что тема очень актуальная. И мы в Институте развития и образования ждем ваших предложений, открытых в сотрудничество. Большое спасибо. У нас еще есть несколько слов. Хотелось бы поздравить коллег с Международным Днем Учителя. Сегодня под аплодисменты. Спасибо, что все здесь, в Институте развития преподействий. Я хочу, что вам спасибо за науку. Без вас тоже вы погибли, не смогли бы ни обучаться, ни обучать других. Ну я уже поздравила, поэтому думаю, ну еще раз всех с наступающим праздником. Ну и нам не сдавать позиции, и только движение вперед. Спасибо.